Это настоящая легенда Днепр МТ-1036. Уроженец Киевского мотоциклетного завода 1980 года выпуска. Мощный и трудолюбивый. Мотоцикл этой модели был очень популярен в Советском Союзе. Техника и сегодня на ходу. Именно на ней коллекционер ездит в лес за грибами. Этот мотоцикл Генри Кадамович переделал под себя. Если по заводу здесь шла тяжелая коляска, то, как видите, облегченный вариант на ручках руля и на двигателе сделал защиту, чтобы во время езды не цеплялось за ветки. Ну а сейчас у нас есть уникальная возможность прокатиться на легенде. Поехали! Эмоций еще больше, когда заходим в гараж. Здесь около трех десятков железных коней. Жемчужина коллекции ИШ-49. Ему уже по 70 лет. Мерный стакан на крышке бака. Не случайно бензин в нем нужно разбавлять моторным маслом. Рядом венгерские панонии. Одна из них в редком красном цвете. Ей уже полвека. А это советские мотороллеры «Турист» и «Грузовой муравей». На нем развозили продукты и почту. И потом возникла идея. Ага, заводы начинают уничтожаться. Мотоциклы тоже придут со временем и годностью. И поэтому нужно постараться хотя бы, а я уже был довольно возрастной к тому времени, что собрать технику, которая была бы историей. Чтобы наши внуки, наши дети даже знали, какая была техника. Все мотоциклы ухожены. На каждом табличка с названием и техническими характеристиками. Одни модели были популярны у молодежи, например, скоростные явы, другие – у жителей села. Ведь советская мототехника в большинстве рассчитана на бездорожье. На ней хоть пахать. Вот это новый ИШ, который выпустил самозавод «Планета-5». Ну, видите, у него даже снята сама корыта, так я называю, коляска, для того, чтобы можно было больше перевозить мешков там, ну, с чем? С зерном, с удобрением, еще там какие-то разные сельхозпродукции. Сюда просто ложились доски, слались, и на эти доски ложились мешки, и эти мешки возили. На ходу лишь часть мотоциклов, остальные просто радуют глаз. Поддерживать их урчание моторов сегодня непросто. Запчасти на такие эксклюзивы не отыскать. Да это и не главное. Энтузиаст мечтает собрать полные линейки разных мотоциклов. Вот, допустим, МТ-9 из Самоднепрюкиевского завода почти есть вся линейка, а вот, допустим, Минского завода именно не современные, те, которые выпускались там, ну, до 2000-го года. Тогда будет целая коллекция, будет целая эпоха именно заводов, как они шли и как они развивались. А пока двери в его гараж всегда открыты. Коллекционер искренне рад каждому посетителю. Молодые семьи с детьми приезжают посмотреть на ретро. Люди постарше – поностальгировать. Уже нет даже тех заводов, а дух эпохи продолжает жить. Галина Бурон, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.